Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Я сейчас буду делать, как всегда, ну это я вам напоминаю, что у нас сейчас идет сельдереотерапия. Там девочка с Чеченской Республики, с Чеченской Республики, мне написала, моя интернет-сестренка, что она в Грозном живет и обошла все магазины и не нашла сельдерея. Странно, вот не честно, странно, неужели нету в Чеченской Республике сельдерея, девочки? Свяжитесь там с девчонкой, скажите, где купить в Грозном сельдерей, не может быть. Напишите внизу, кто с Грозного еще, где можно там купить сельдерей, потому что у нас сельдереотерапия. Так, немножко хочу заодно ответить на ваши комментарии, потому что, ну бывает, что мне, днем бывает перерывчик, я, конечно же, к вам, я сразу к вам спешу. А сейчас я буду делать десертик, и я опять к вам, опять к вам спешу, потому что заодно дела делаю и с вами поболтаю и отвечу на вопросы, потому что потом отвечать не смогу, мне надо кое-что писать, печатать. И книжку я еще одну хочу успеть издать. Да, девочки, а вы думали? Вот, ну, в общем, сейчас не об этом. Это вот первый вопрос, который, второй вопрос, что мне там сказали? А, девочка одна, где у меня этот вопрос, я записывала, вот, вот, спрашивала употреблять морозник. Вы употребляли морозник? Можно ли употреблять морозник? Я не советую. Я не советую, это очень опасное лекарство. Я вам серьезно говорю, это лекарство опасное. Вот о чем я не буду говорить в своих лекарственных видео, это о морознике. Меня предупредила моя травница, которая меня учит, Екатерина Яковлевна, что это морозник относится к одному из опасных. Его лучше не употреблять. Поэтому я понимаю, с чем вы имеете в виду. Вы хотите поиграться с кишечником, поиграться с желудком, и... Я поняла, вы похудеть хотите, но с помощью морозника вы можете себе натворить всяких разных дел. Ну, это отдельная история. Это Ирочка мне написала, и вот Ирише я ответила. Дальше про целлюлит меня попросила, тоже интернет-сестренка, сделать крем из целлюлита. Так, ну а что я здесь делаю? Слой яблочко, потом мед, потом слой корицы, обязательно. Теперь слой сельдерея. Сельдерей на мелкую терку, на самую мелкую. Потому что у меня сын, он не любит сельдерей. Приходится ему вот так вот мелко-мелко, мелко-мелко. Ну и когда мелко, тогда и сок дает. Про целлюлитный крем. Будем делать целлюлитный крем обязательно. Но у меня уже очень много видео есть про то, как антицеллюлитная диета. Во-первых, нужно заняться, вот где похудеть за 5 дней. У меня есть такое видео. Поройтесь там, девчоночки. Было этого года видео. Перед 8 марта было видео. Худеем за 5, за 1 неделю на 5 килограмм. За неделю, за 5, вот перед тем, как начать пользоваться антицеллюлитным кремом, мы будем делать его. Я знаю, у меня есть в моем арсенале рецептов антицеллюлитный крем есть. Вот. Перед тем, как его делать, надо сначала пройти вот это вот похудение. Это очень хорошая вещь, не напрягаясь, не делая никаких особо резких движений. За неделю выкинуть из себя лишние 5 килограмм, по-моему, это прекрасно. Но только точно надо это выполнять, то, что я говорю. И без перекусов. И без перекусов. Так, следующее, это сюда, теперь яблочко опять. Теперь опять яблочко. И вот так слоями я выкладываю. А потом, ну муж у меня отдельно кушает. Сельдерей я ему делаю с морковкой. Морковку беру вот эту оник. Оник, там и сельдерей есть, там и у них есть очень важный корень. Очень важный корень, мужской корень, вы знаете, какой. У меня вылетело из головы. Это именно у фирмы оник они добавляют туда. Так, и опять. Вот так, что будем делать. Но сначала нужно вот эту программку пройти. А то толку нет от кремов, девочки. Вы можете крема антицеллюлитные на себя хоть выливать кучу, но толку от них не будет. До тех пор, пока питание все же идет изнутри, девочки. Все изнутри идет, от нашего питания. Все идет оттуда. Потом меня спросили, где купила кератин. Это у меня прямо аншлаговый вопрос. Где я купила кератин? Я как-то рассказывала. Я вообще покупаю кератин в аптеке. И там есть, где все для волос, там есть кератин. У нас периодически. Иногда я ей заказываю. Иногда в аптеке нет. И я прямо ей заказываю, мне кератинчик. А вообще, вы можете в интернете купить. Я знаю, вон там девочка написала ответ, что вы можете написать кератин для волос. Купить. И вам выйдет там. Правда, я не знаю, какое качество и что. Я через интернет, честно говоря, не люблю ничего заказывать и ничего покупать. Это я вам честно скажу, девчонки. Дальше. Дальше меня спрашивают, что если у меня проклятие. Если каждый раз у меня проблема, то я устроилась на одну работу, девочка пишет. И не складываются отношения, и все. Устроилась на вторую, и там, говорит, не складывается. Устроилась на третью, и там не складывается. Замуж никак не получается выйти. А время уже такое, что нужно и ребеночка иметь. Что значит нужно? Вот опять-таки, что нужно? Ребенку нужен, во-первых, нужна нормальная семья. Подумайте о ребенке. Что нужны мама и папа нужны. Если вам нужен ребенок, что значит нужен ребенок? Вот это вот тоже у меня такой вот подход. Он немножечко напрягает такой подход. А время уже нужно иметь ребенка. Время иметь работу. Время иметь ребенка. И о семье не... Вы знаете, что просто так ребенка иметь, это тоже... Вот просто, вы знаете, то, что вы сказали, это грех. Что нужно ребенка зачинать в любви, в Божьей любви. И причем у вас должен быть муж. И не просто муж. Вы не должны быть там расписаны в ЗАГСе. ЗАГС... ЗАГСом. А у вас должны быть отношения пред Богом оформлены. Понимаете? Вы должны быть обвенчаны в церкви. Девочки, сейчас столько церквей. Сейчас столько конфессий. Выбирайте. Ходите. Сейчас, слава Богу, в этом плане благословеннейшее время. Господь Бог нам дает возможность покаяться. Всячески. Вот как вам угодно. Сейчас самое благословенное время для верующих. Никогда такого не было. Сейчас вы можете себе выбирать. Хотите, как мне одна написала, вы христианка или вы баптистка. Ну, вот это вот тоже чушь, да? Такая-такая полная чушь. Вы христианка или баптистка? Это все равно, что я спрошу. Вы, дорогие мои, православные или вы христиане? Или, я спрошу, вы католики или вы христиане? Это одно и то же. Я вам скажу, что христиане – это и баптисты, и католики, и православные. Я уже устала говорить. И лютеране – тоже христиане. Я уже устала об этом говорить. Евангелисты – христиане. Англиканцы. Англиканская церковь – тоже христиане. Я просто прошу вас немножко интересоваться. Почитайте, что такое христиане. Вот. Теперь меня спрашивают, кто вы. Я христианка. Все понятно, да? Тут все ясно. Христианка я. Дальше пошли. Следующие. Следующие. Меня спрашивали. Ну, вот про проклятие. Что она говорит? На мне проклятие. Значит, замуж не могу. Ребенка не могу. На работе проблемы все время приходится решать. То так, то так, то так. Меняю одну работу на другую. Вы знаете, если каждый раз вы будете обвинять, вот вы там написали, что то очень плохой хозяин попался, на которого торговала, продавала, то на другой работе начальник плохой, то там плохой, там плохой. Я вам скажу, если вы будете в каждом искать проблему, то просто вам нужно задуматься. А может быть вы, может, это не проклятие, может, вы просто скандалистка. Вы меня простите, пожалуйста, но я говорю так, как есть. Может, это не проклятие, может, вы просто скандалистка. Скандалистка – это от слова скандалон. Скандалон по латыни – это крючок, на который вешали жертву и таким образом приманивали в лесу дикого зверя, чтобы поймать. Знаете, на скандалон так вот скандалон вешали и на скандалон приманку. Может быть, вы скандалистка, приманка для таких, понимаете? И в вас поселился бес вот этот скандалон, по имени скандалон. Что вам делать? Вам нужно избавиться от этого беса, от этого скандалона. А вы не пробовали быть терпимой? Вот ко всему быть терпимой, ко всему относиться с терпением, ко всему относиться с любовью. Вы не пробовали? Так вот, если вы попробуете ко всему относиться с терпением и с любовью, не скандалить, то, я думаю, всё исправится. И потом, если хозяин открыл какое-то предприятие, это, на мой взгляд, и он является хозяином, понимаете, он прошёл много всего. Он прошёл Крым, Рим и Медные Трубы для того, чтобы открыть это предприятие. Я, например, это уж точно знаю. И вот вы приходите и начинаете ему диктовать. Он вас взял на работу. Там, я не знаю, оформил, не оформил, это уже другое дело. Но он согласился вам платить деньги, допустим. И вы пишете, что я вот ему предлагаю то, то, а меня не слушает. Как, что значит вы ему предлагаете? Вот что значит вы ему предлагаете? Это вот я, знаете, что делаю сейчас? Сейчас я сейчас, девочки, делаю такую дырочку и туда залью немножечко маслечка. У меня тут вот оливковое. Чуть-чуть капельку, чтобы весь этот сельдерей с яблоком и с корицей впитался. Ну, усваивался. И вот так вот закрываю всё. Всё, и сейчас подожду, пока оно всё проникнет дальше. Вот, вы не пробовали послушать. Вот этот шеф ваш, он прошёл всё, чтобы открыть предприятие. И проходит. Он платит все налоги. Он платит всё-всё-всё. Он содержит бухгалтера. Ну, в общем, это целый труд. И вы ему будете вот указывать, как ему. Он без вас жил, поверьте мне, и жить ещё будет. Поэтому нет. Здесь я считаю, что именно вот наши, наши люди, вместо того, чтобы поклониться в ноги человеку, который взял на работу, который будет сейчас обеспечивать вашу семью хлебом, просто для него надо стараться. Проходить. Вот он будет просить вас пройти с ним одно поприще, а вы с ним пройдите два-три поприща. Теперь меня спросила одна подписчица. Поэтому идите на работу с радостью и идите с тем, чтобы благословлять людей. И тогда вам будет интересно работать. Вот это мой совет. Радуйтесь, что у вас есть возможность благословить как можно больше людей. Просили рассказать про эту фотографию. На этой фотографии изобрали вот моя сестричка. Это мой папа сфотографировал. У меня папа фотографировал очень классно. И дома у нас было всё для этого. Вот это моя сестричка играет на фортепиано. А вот братик подражает ей, как бы на... Это у нас радио такое было огромное. Представляете? Вот оно стояло. Телевизора у нас не было. Вот видите, здесь вот белый столик с белой скатертью. Был диван. Но не диван, а такой, как кожаный маленький, небольшой, знаете, с зеркалом вверху, такой, как раньше. Был буфет, был сундук, были стулья, что ещё у нас были? Деревянные такие стульчики. Шифонер, гардероб с зеркалом у нас был. И были железные кровати, такие белые. Я вам скажу, что жили очень скромно. Четверо детей у нас было. Вот эта фотография папа сфотографировал, как Юлечка играет, и как Артёмчик, Костик там что-то выделывает на этом. Я ещё, мама была беременна в этот момент, наверное, да, мной. Мной, третьей дочечкой. А после меня ещё будет Артёмчик. Вот так вот это наша семья, вот так мы жили. На этом фортепиано и я играла. Вообще я на скрипке играю. Ну, естественно, все скрипачи играют на фортепиано. Это обязательно. Есть такой предмет, общее фоно. Закончила музыкальную школу. И сестричка моя музыкальную школу закончила. Мы все музыкальные, так сказать, дома у нас. Папа у меня великолепная играет на фортепиано. Вот папа с мамочкой. Вот мы стоим. А вот это наша улица. Улица, улица, улица. Вот, когда были такие улицы. Это уже мой сын. Ой, сын, говорю. Это мой муж, похож на сына. Вот это мой муж. Вот он. А вот это его, а вот это его отец. Вот он, его папочка. А вот он. А тут вот тоже его папа. Вот моего мужа. Воспитывал папа. А не мама. Папа воспитывал сам. В советские времена это была редкость. Развелись они и отсудил отец сына. Он воспитывал его сам один. И папа не рос практически сам. Потому что папа был директор базы. И его дома не было допоздна. Мальчик рос сам. Вот это моя мамочка. Вот она улыбается, моя хорошая. Вот это мама моя. А вот это бабулечка моя, которая меня воспитывала. Пока мама училась. Аспирантуру ездила. Потом мама врачом стала. Потом главврачом. Да. Она в санчастье аэропорта всю жизнь проработала. Вообще она врач и дерматолог. Посмотрите, какое у нее лицо. Вот чтобы вы знали. Вот никогда никакой, никакой, никакого прыщечка. Ничего. Вот изумительное лицо было. Сейчас, кстати, у моей, у моего брата старшего, дочка Аидочка. Аделаида ее зовут. Аделаида. Вот у Аделаиды точно лицо моей мамы. Точно. Вот они настолько похожи. А вот бабуленька моя, любименькая. Вот. А вон мамочка идет. Сейчас вам покажу. О. Вот. Вот. Вот моя мамочка идет со школы. Тогда у нас в городе была отдельно гимназия для девочек. И вот так вот они одевались. И отдельно была гимназия для мальчиков. Вот так. Так что папа же учился в гимназии для мальчиков. Вот. Дальше. Когда приехали в Туркменистан, вот такие были люди. Ходили вот так. Там, видите, такие в Азии у нас. Вот такой вокзал был. И вот там стояли, видите, лошади запряженные. И вот такого человека встретили. Наших любимых туркменов. Ну, сейчас, конечно, Ксюменистан просто красавец. Просто красавец. Кувейт отдыхает. Вот моя бабулечка родная, любимая. Вот она. Мое солнышко родное. Вот моя прабабушка. Вот. Просили показывать. Я уже показывала в каком-то видео, девочки. Вот мой прадедушка. Вот они. Вот они. Они родители. Вот они. Кстати, такое платье шикарное. У меня таких много фотографий. Много фотографий у меня таких разных. Мама привезла. И у Юлечки, у сестры моей тоже такие фотографии есть. Только другие немножко. Она, мама, нам разделила. Мама нам разделила. Часть сестре привезла. Часть вот в таком. Вот такие вот. Вот эта брошь у нас еще долго была. Вот тут эта брошь. Вверху-вверху была драка уща. Но потом тяжелые времена, когда пришли, пришлось все порадовать. Потом измитрисение, мама рассказывала, грянула. И тоже все испарилось, как говорится. Ну вот этот. У бабушки был вот этот натуральный жемчуг и еще натуральные рубины. Они остались. Как бы по наследству. А вот это бабушка. Это мой дедушка с маминой стороны. Ну, мамины родители. А вот это мамины бабушка, дедушка. А это мамины мама, моя бабулечка, которую я вам сейчас показываю. И дедушка немец, которого расстреляли. А это мамина сестричка. У нее было две сестрички. Они с голоду умерли. Они умерли. Маленькие. Это была кто у нас? Это Изабелла. Да, это Изабелла. Вот. Ну все. Вот это такой маленький, как бы, я сделала экскурс. То, что меня просили. По-моему, на такие основные вопросики я ответила. Еще что-то меня спрашивали. А, да, меня еще спрашивали. Если, да, я говорила, что никогда не берите кредитов в одном из видео. И мне написали. А если у меня вот на банковском счете закончились деньги, я взяла кредит. Когда средства на банковском счете заканчиваются, вы можете настроить себя так. Я знаю, что Бог об этом позаботится. С верою открываем Библию, начинаем молиться и прикрепляем дела. То есть начинаем усиленно работать, если нет работы, искать работу. Как мне очень нравится вот эта фраза из Библии. Если тебе дано пройти поприще, пройди его вдвойне. То есть два поприща вместо одного. Если вы будете работать так, как за двоих, то, поверьте мне, вас оценят. Вот любой работодатель оценит вас. Любой не захочет, работодатель, терять хорошего, ответственного, нескандального работника. Дальше про диагнозы. Пожалуйста, не пишите мне диагнозы. Я не врач. Если вам поставили неутешительный диагноз, вы можете сказать себе, Бог по-прежнему исцеляет. И не согласится с этим диагнозом. Потому что Бог по-прежнему исцеляет. И Бог всегда исцеляет. И такие чудеса производят с людьми. Но по вере, по вере вашей. Есть у вас Писание Святое. Есть у вас молитва. Есть у вас вера, в конце концов. Так работайте, работайте. Это труд. Труд – это как бутерброд. Знаете, сначала идёт хлеб, то есть Святое Писание. Вы молитесь, вы благодарите Бога за сегодняшний день, за всё. Потом вы читаете Писание. Потом вы молитесь за всех родных, близких. Понимаете? Потом вы… И последнее – это вы даёте славу Богу. Прославляете Его. Ещё раз. Утром проснулись – благословите. Скажите Богу спасибо за то, что день начался. Потом хлеб – Библия. Потом помолитесь за всех родных, близких. За всех, за всех. А потом сверху. Славу воздайте Богу. Всё у вас будет получиться. Всё. Конечно, одна девушка пишет – я не чувствую. Что значит – я не чувствую? Оглянитесь, посмотрите. Вы дышите. У вас две руки действуют, две ноги действуют. Что значит – я не чувствую? Вы хотите почувствовать? Да не дай Господь вам почувствовать какую-то страшную болезнь, а потом из неё выкарабкаться и сказать – ну вот, теперь я почувствовала. Вы этого хотите? Зря. Неправильный настрой у вас. Вы сейчас, пока вы здоровая, не ищите приключений. Благодарите Бога за каждый день и благословляйте. Вам здоровье дано на то, чтобы вы дарили Любовь ближнему. Если вы будете дарить Любовь ближнему, то тогда вы будете выполнять Божий план. Вот и всё. Спрашивают, в какую церковь входить? Да ходите в любую церковь. Вот какую вам душа говорит? В такую ходите. Храм Божий, он для того и храм, чтобы там молиться. Понимаете? Чтобы приходить к Богу в дом. Все вместе. Потому что говорят, там, где двое, трое и больше, там Бог живёт. Дальше. Спрашивают такое. Если про меня всё время сплетничают. Так? Вот скажите, сплетничают ли о вас? Ой, или о моей семье? Ой, я вас умоляю. Меня знает весь город уже почти. И даже кто не знает, уже знают. Считают всё подряд. Считают, куда я пошла, откуда пришла, где я работаю, где не работаю. Ой, я вас умоляю. Мне передают, в том числе и дети, такое, что иногда волосы дымаются. Я вообще на это внимание не обращаю. Вообще не обращаю внимания. Потому что, ну, Бог с ними. Я ж молюсь. Я ж молюсь. Я ж понимаю, у кого язык поворачивается против меня. Они на свою голову большие потрясения призывают. И эти потрясения будут. Потому что я о них не думаю. И я их всех прощаю. И желаю им только здоровья. Только здоровья и процветания. Я ни на кого не злюсь. Абсолютно. И поэтому спрашивают кто-то сплетничает о вас, о вашей семье. Вы можете просто простить человека, если про вас сплетничают и про вашу семью. Просто простить, решив, я прощаю, я верю, что Бог моя защита. Но я ещё к этому прикладываю, конечно, молитвы. 90-й псалом и многие другие. И они, конечно, это псалмы, на которые Господь мгновенно отвечал Давиду. Это мощнейшие вещи из Библии. Поэтому я знаю, как противостоять злу. Понимаете? Я знаю, как ему противостоять. И тогда оно работает очень мощно. И вам не надо, и вам не придётся ничего делать. И вам не надо ничего делать. Вы можете простить, решив, я прощаю, я верю, что Бог моя защита. На основании 90-го псалма. Да не приблизиться к дому моему. И так далее. Всё. Дальше. Спрашивают такое. Вот у меня нету такого оптимизма, как у вас. Одна женщина пишет. И мне было побольше. Вот у меня, я упускаю всегда то, что мне нужно, и всякие возможности. Я всё время упускаю, всё время опаздываю на что-то. Если бы упустили... Вот сейчас девочка пишет. Да, до этого писала девочка. И я постоянно падаю. Падаю. Вот сейчас она не падает, правильно? Я за неё молюсь, чтобы она не падала. Но она не пишет об этом, что она не падает уже. Сколько там времени. Не падаю. Писала всё время мне моя сестричка, интернет-сестричка. Я как выйду на улицу, там упаду, то-то. Я стала за неё усиленно молиться. Именно за тот момент, чтобы она не падала. Не падала. Господи, поддерживай её. Сейчас она не пишет. Значит, не падает сто процентов, потому что я о ней молюсь. А она-то думает, наверное, но не молюсь или ещё что-то. Хотя нет, я за каждого из вас. И за Евочку, которая уже дома. И за всё. Но вы должны в этот момент что сделать? Благословить Бога и славу Ему воздать. А вы это делаете? Нет. Вот и Евочка дома. А что должна сделать бабушка и мама? Должна написать фразу такую. «Слава Богу, Господи, я прославляю Тебя за то, что…» И Он увидит, что Ему такую славу воздают. И Он и зальёт ещё большую славу на вашу семью. Только не надо мне воздавать славу. Я вас умоляю, потому что я никакой ни пророк и ни апостол и терпеть не могу, когда, например, проповедник называет себя апостолом. Ну вот какое право имеет проповедник называть себя апостолом? Я как-то смотрела одного проповедника, он апостол. И там у него все падают и падают и падают. Я думаю, Боже мой, да что же это такое происходит? Знаете, кроме как секта я это никак не назову. Вот есть и такое. Да, Господь Бог любит, чтобы пели, прославляли Его. Но себя называть апостолами или святыми, или себя называть ангелами или прочее. Вы что? Упаси Боже! Упаси Боже! Нам место своё забывать нельзя. А наше место, чем ниже, тем лучше. Понимаете? Поверьте мне. Чем ниже вы на земле, я люблю, обожаю мыть и убирать подъезд. Знаете почему? Когда я это делаю, когда я на улице выхожу подметать, тогда вы себя как бы, что ли, опускаете на место, ставите на место. Вот твоё место, вот прислуживать людям, вот это наше место. Это самое лучшее место, особенно для женщин. И не забывайте, девочки, что у нас пастор в семье всё-таки муж. Муж глава, муж самая первая, потом уже всё остальное. И так что, если вы упустили какую-то хорошую возможность, как вы пишете, вы упускаете, вы можете проявить оптимизм, сказав «Значит, у Бога есть для меня что-то получше». Вот если каждый раз вы будете сохранять вот такой оптимистичный настрой и благочестивое отношение к происходящему, вы будете просто взмывать с Богом, вот выше и выше. Будете взмывать. Вот так вот. Это я так думаю. Да, тяжело как бы читать каждый день Библию, а надо. А надо, девочки. Вот именно как я говорю. Потому что вокруг вас есть духовные силы, о которых вы даже себе не представляете. Для того, чтобы очищать свой дом, свою душу, себя читайте. Читайте, вникайте, делайте записи, занимайтесь. Такое впечатление у вас создастся, как будто вы поступили в институт. Ничего. Я вас буду в этом поддерживать. Чуть что спрашивайте меня, я вам буду отвечать. С удовольствием. Вот как я сейчас выписала всё. И основное, основное. А за благодарности, которые отдельное спасибо. Девочки, которые меня окрыляют. К ним теперь внимание всё. Значит, девочки, которые меня окрыляют. Это те, которые говорят, Катя, большое спасибо. Да вы так, да вы эдак. Да вы вот девочки, которые меня окрыляют. Знаете, это служение, которое я несу, которое вы меня поддерживаете, и говорите, да, Катя, нам нравится это видео. Давай ещё всё. Мне хочется ещё больше делать. Мне хочется лететь и парить. Ради вас, родные мои. Ради вас, любимые мои. Интернет-сестрёнки мои. Я вас обожаю. Жаль, что я вас всех перечислить не могу. А то до утра придётся. Я вас всех обожаю. Также поддерживайте. Также несите меня на этих, потому что мне это необходимо. Кто как не вы. Кто как не вы. Никто меня так больше не поддержит. Никто. Я вас всех люблю, чтобы вы знали. Вот так вот. Вы знаете, пусть наши шансы, многие думают, и невелики, но с Богом нет ничего невозможного. Смотрите и знайте, и запишите себе, что с Богом нет ничего невозможного. Нет ничего. Нет. Абсолютно. Мы можем сразиться с врагом, потому что на нашей стороне сам Бог. Я это точно знаю. Да, тяжело будет. Да, тяжело будет, но давайте стоять на Божьих обетованиях. Давайте на них стоять, и вы тогда выстоите. Не забывайте цель. Наша цель, окончательная цель, это рай. Мы можем молитвами своими и детей своих вытащить. Мы можем и мужей своих повернуть, вытащить из всякой дыры. Вот Ириша меня просила молиться о муже, когда он попал в шторм. В сильный шторм он попал. Вы знаете, я в церкви всем сказала, девчонкам, говорю, давайте молиться. И вот еще об этом человеке тоже. Вот у меня есть две тетради. В этой тетради написаны мои подписчики. Давайте о них молиться. Но вот особенно есть вот такая девочка, вот у той есть муж, вот за ту попросили, за этого человека попросили, за того, за того. Особенно. И вот сейчас в буре, в урагане вот такой человек. Давайте. И знаете, мы молились. Очень сильно молились. Прошло время. Молчок. Я сначала не слышала. Ириша, да, она меня всегда поддержит. Она одна из тех, кто меня окрыляет. Но все равно молчок. Молчок. И вот сегодня она написала, что все в порядке. А теперь, Ириша, огромное вам спасибо. Я благодарю Бога за то, что Он услышал мою молитву, что все в порядке. Я и написала, потому что я была уверена, у меня вера сильная, я написала ей, что я уверена, я уже сейчас прямо молюсь, что ваш муж Ирочка, выйдет сильным. Ну, Ирочка, она моя ровесница, поэтому я все-таки, ну, может быть, чуть младше, я поэтому буду так говорить. Ира, твой муж, он выйдет, выйдет. Я тогда это сказала, и все будет с ним в порядке, потому что Ира соприкасается со мной, а я соприкасаюсь с силами, с этими, которые просто, они бегут от меня вперед паровоза, как я это говорю. Ну, и муж мой знает, что эти все силы, они бегут от меня, как вообще такие чудеса у меня в жизни, и поэтому я вам серьезно говорю, когда-нибудь, девочки, я вам, не когда-нибудь, а буду потихонечку раскрывать, как я вот вам раскрываю свою семью. Например, вы знали, с одной стороны, что у меня дед немец, да, вот это, вот это семья, вот это. Сейчас я вторую буду оформлять стенку, вот эту семью, мамину. Вот мамину семью вы знали, а вы не знали папину семью. А папа у меня, вот он папа, вот он папочка у меня, он единственный сын в семье и в семье генерала. Поэтому вот он у меня весь из себя такой. Первое военное закончил в Санкт-Петербурге, а потом закончил еще все-таки свое. Закончил университет инженер-геолог. И все. И как все геологи, у него была романтика. Ну, стал потом начальником геологической партии. Вот так. Ну, а дед у меня, его отец. Это отдельная тема. Поэтому и училась я в специальной школе и все такое прочее. Ну, буду потихонечку вам об этом рассказывать, чтобы не утомлять. Все. Вот и все, девочки. По-моему, я, вот которые вопросы я выписала, по-моему, я на все ответила. И помните, что ваш настрой и отношения вот от чего зависит, каким будет для вас эта ваша жизнь. Вот твердо решите занимать положение и всегда поднимать свой носик кверху, дорогие мои, любимые мои. Если будете помнить о благословениях, которыми Бог вас уже одарил, если будете воздавать Ему славу постоянно, каждый день, то сможете поддерживать позитивный настрой и проявлять благочестивое отношение. И это приведет вас к замечательной жизни, к жизни во Христе. А я вас всех люблю, целую. Не забывайте прославлять Бога. Славу Ему отдаем за все, что он нам делает. День за каждое дыхание. Ну, а дома у вас пастор. Ваш пастор все-таки муж. А я вас всех люблю, целую. Подойдите его, поцелуйте и скажите, пастор ты мой. А он и есть пастор. Он глава. Он пастор. Он самый главный. И главнее его быть не может. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok